Всех представителей знака, зодиака, близнецы, я рада приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и в данном видео хочу вам представить Тараскоп на Сидябль 2018 года. Работать мы с вами сегодня будем с колодой Таро Закона Притяжения. Колода по-своему специфична, она немного отличается от классики, не только с позиции прорисовки, но и своих смысловых значений. Тем не менее, я думаю, она вполне сможет вам показать новые грани во всех сферах жизни. Итак, всего у нас по традиции будет 6 позиций. Карты вам покажут общую атмосферу месяца и события, которые наиболее вероятно отыграются у вас в сфере работы, финансов, личной жизни. И арканы дадут вам совет, как наиболее продуктивно провести текущий месяц. Напоминаю, что расклад пополняется для широкой аудитории. Он не может проиграться однозначно абсолютно для всех представителей знака, зодиака, близнецы. Поэтому многим из вас необходимо смотреть тараскоп и по знаку своего асцендента. Как его вычислить? Вы вбиваете в Google, задаете свои параметры, а именно место, время, дату рождения. И программа вам высчитывает ваш асцендент. Вы просматриваете и потом впоследствии смотрите, все-таки какие расклады у вас отыгрываются. По знаку вашего зодиака или по знаку вашего асцендента. Итак, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. События, которые наиболее вероятно проиграются у вас в сфере работы. Финансов. Здоровья. Личная жизнь. И совет от карты. Итак, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. Весь у нас падает пас жезлов. Пас жезлов это стремление перемен. Это какие-то новые жизненные обстоятельства. Когда вы покидаете одно место и переходите в новое. Это может быть смена места работы, места жительства, смена круга общения, какие-то перемены в личной жизни. То есть понимаете, когда вы пытаетесь от чего-то отказаться старого, перейти в нечто новое. Да, для кого-то вы можете казаться белой вороной. То есть все будут на вас обращать внимание. Например, те же родственники, друзья или близкие в чем-то с вами будут не согласны. Либо будут вас критиковать, либо в чем-то придираться. Но это ваша жизнь, вы живете своими целями, планами и устремлениями. И живите согласно золу своего сердца. Итак, давайте смотреть. Как для вас события отыграются в сфере работы? Так, здесь паш кубков. Может быть какое-то интересное, либо заманчивое предложение. Почему? Потому что пашу кубков объяснит сейчас, как это проиграется. Если вы на текущий момент безработный, это новые возможности трудоустроиться. Если вы все-таки наемный работник, это новые проекты, либо может быть, знаете, какое-то, как правильно сказать, неповышение. Например, мастер-классы, либо в целом какое-то обучение с целью повышения в дальнейшем. И если же вы все-таки у вас свой бизнес, вы частный предприниматель, то карта говорит о каком-то неожиданном партнерстве. Объясню почему. Потому что по этой карте для многих из вас может проиграться ситуация служебного романа. Да, в этой колоде именно так. Либо какого-то неожиданного стечения обстоятельств, где вы будете совмещать приятное с полезным. Так, что ожидает вас в позиции финансов? Императрица. Ну что мне вам сказать? Да, да, еще раз да. Не только процветание, благосостояние, увеличение вашей прибыли, роста ваших доходов. Но и понимаете, для кого-то это неожиданная прибыль. Объясню какого характера. То есть резкое поступление денег. Поскольку императрица карта материнства. Для кого-то это может быть материнский капитал. У кого-то это может быть получение наследства. Либо же в целом, ну не знаю, неожиданная купля-продажа. Чего-либо вы получили деньги, да. Именно здесь в прорисовке, о чем говорит карта, говорит аркан. Вот изумруд, символ мудрости и знаний. Прописывайте все свои цели, планы, желания на бумаге. Это вам быстрее поможет достичь того результата, который вы себе ставите, который вы себе планируете. Возможно даже для многих из вас необходимо визуализация. То есть сделать этот плакат и повесить его в том месте, где вы часто бываете. Чтобы вы понимали, что вот она цель. Чтобы вы к ней двигались и действовали согласно. Вижу цель, не вижу препятствий. Но с позиции финансов, повторюсь, у вас в сентябре будет, ну вот, изобилие. Императрица это карта богатства. Процветание и в целом карта достатка. Так, что вас ожидает в плане здоровья? Солнце. Ну, тут даже добавить нечего. Я думаю, визуально видите, все по прорисовке. Солнце, вот смотрите, для многих, да, вот здесь хоть и нарисован закат, но тем не менее. Карта партнерства, два дельфина. Здесь может как символ вот этого вашего партнерства быть ситуация деторождения. Не отыграется именно так. Но поскольку вам еще об этом, ну, как бы намекает императрица, да. Ну, а в целом, по этому аркану, это хорошее самочувствие. Это карта отдыха, либо карта восстановления физического, эмоционального. Но не в стационаре, где-то, да, в больнице, а именно на отдыхе. Либо в комфортной для вас обстановке, в душевной для вас обстановке. Поэтому, что касается сентября месяца, кстати, для многих это может быть ситуация бархатного сезона. Когда вы будете, знаете, я говорю, совмещать приятное с полезным. Что касается вашей личной жизни. Здесь у нас с вами падает пашкубков. Ну, кстати, по пашкубков, близнецы, все-таки для многих может быть ситуация либо деторождения, либо зачатия. Потому что пашкубков сама по себе карта, которая указывает, да, на перспективы материнства. Если, скажем так, отбросить все эти нюансы, давайте смотреть аркан. На текущий момент, если вы одиноки, то по этой карте есть возможность знакомства с интересным молодым человеком. Таким, вы знаете, взбалшимым, перспективным. Но это, знаете, вот эмоции у вас захлестнут. Причем, видите, на работе. Посмотрите. Поэтому, кто еще не трудоустроен, ноги в руки и бежать трудоустраиваться, да, если для вас значимые изменения в личной жизни. Если на текущий момент все-таки вы состоите в отношениях, это весна любви, новые эмоции, новые планы, новые цели. Возможно, вы здесь будете мотивировать, стимулировать своего партнера к новым целям, к новым совместным задачам. Либо показывать ему какие-то новые перспективы, новые горизонты, куда вам двигаться совместно, как парень. Сам по себе аркан крайне позитивный. Единственное, что он на что может указывать, контролируйте свои эмоции. Ну, с позиции совета, о чем нам говорят карты. Так, а вот здесь, вот, кстати, это может перекликаться именно с личной жизнью. Видите, здесь у вас в плане совета падает десятка мечей. Карта крушения. О чем она говорит? С позиции эмоций не наломайте дров. Потому что вы именно в сентябре месяце будете крайне эмоциональны. То есть, и опять же, если вы строите с кем-то служебный роман, то будьте предельно осторожны. Чтобы ваша личная жизнь не повлияла на вашу карьеру. Вот такой вот момент. Ну, в целом, что такое десятка мечей? Даже если у вас произошло крушение, вот даже с позиции общей атмосферы, вы всегда можете уйти с того места, где ситуация вас тяготит. Так что вот так. Надеюсь, что у вас отыгрываются только позитивные моменты. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, как у вас проигрывается данный расклад. Мне очень приятно будет ваша обратная связь. Для тех, кто хочет получить индивидуальную консультацию на платной основе, ссылки на мои контакты вы сможете дойти под этим видео. А искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Продолжение следует...